Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые коллеги, мы продолжаем нашу секцию. И очень важно, когда у нас есть опыт не только ознакомиться с данными клинических регистрационных исследований, но и представить собственный многоцентровой отечественный опыт. Буквально несколько слов для голосования. Генетическое тестирование герминальных бунтаций Берсей необходимо проводить всем больным метастатическим раком молочной железы при отягощенном семейном анамнезе. У пациентов моложе 45 лет, у пациентов моложе 60 лет с трижды негативным фенотипом рака молочной железы, при первичном множественном раке молочной железы и при раке молочной железы у мужчин. Пожалуйста, коллеги, скажите свое мнение. У нас уходит, как правило, 10 секунд на голосование. Иногда это 10 секунд кажется так мало. Иногда это достаточно, когда стоишь у трибуны, это кажется целой вечностью. Итак, результаты голосования. В нашем центре действительно всем больным метастатическим раком молочной железы проводится тестирование на герминальную мутацию Берсей 1.2. Но хотелось бы отметить, что для славянской популяции это возможно методом Берсей. Тогда для всей остальной популяции населения России, то, конечно, предпочтительным является использование полногеномного секвенирования. И если вы посмотрите на рекомендации НССН, то здесь четко отмечено, что всем больным метастатическим раком молочной железы рекомендуется определение мутации Берсей. Потому что у нас появилась новая возможность ПАРП-ингибиторов. И если также вы посмотрите рекомендации Русска, там также отмечено, что всем больным метастатическим раком молочной железы необходимо определять мутацию Берсей. А спросите из нас, кто из нас знает до седьмого поколения, чем болели наши предки, да я думаю, что даже не всегда мы знаем, чем болели наши бабушки или же прабабушки, или дедушки в том числе. И поэтому здесь очень важно, поскольку даже такой фактор, как наличие герминальной мутации, необходимо для этого, чтобы ее определить, нужно тестировать всех. И если посмотреть на современные подходы в лечении метастатического рака молочной железы, то здесь тактика определяется в зависимости от биологического подтипа, о наличии профиля пациента. И сейчас выделяется отдельный Берсей позитивный по тип рака молочной железы, который не обязательно трижды негативный. Да, у больных трижды негативно чаще выявляется эта мутация, но это могут быть и больные люминальным подтипом, и с ХЕР-2 экспрессией. И если же посмотреть на трижды негативный рак молочной железы, сегодня мы неоднократно будем о нем говорить, то для определения подходов мы стоим словно на дороге. Если есть ПДЛ-экспрессия в первой линии, мы назначаем отезолизумаб комбинацией с напоклитоксилом. Но если есть мутация Берсей, то здесь у предлеченных пациентов как трижды негативным, так и гормонопозитивным раком молочной железы, мы можем назначать либо парп-ингибиторы, то есть либо алопариб, либо талазопариб. А если нет ни Берсей мутации, ни ПДЛ-экспрессии, здесь опция, конечно же, назначения химиотерапии. Сейчас у нас в России, потому что та новость, которая в этом году, это регистрация, соответственно, препарата талазопариба произошла 28 февраля. И здесь регистрационное исследование МБРАКа, почему я его предоставляю, потому что мы будем сопоставлять результаты нашего отечественного опыта, собственно, с регистрационным исследованием. Здесь были включены более 400 пациентов, которые получали в одном рукаве талазопариб 1 мг в сутки внутрь, а группа сравнения – это терапия по выбору врача, либо капситабин, либо репулин, либо гемцитабин. Соответственно, вы сразу видите, что есть значение в различии выживаемости без прогрессирования. И достаточно важный критерий, на который мы смотрим – это относительный риск. Он здесь составил 0,54. Мы все математики от 100 отнимаем 54. На 46% снижался риск прогрессирования в группе талазопариба. Далее, более того, мы видим, как расходятся кривые как непосредственно у больных трижды негативным раком молочной железы, так и у больных гормонопозитивным раком молочной железы. И что очень важно, что посмотрите, у пациента с метастазами центральной нервной системы хочется оговориться, что не только больные HER2-позитивным раком молочной железы тропны к метастазированию в головном мозге, но и больные трижды негативным раком молочной железы в 50% случаев. И также к группе риска относятся больные с БРС-позитивным раком молочной железы. Посмотрите, насколько разница велика в отношении показателей выживаемости без прогрессирования у пациента в группе талазопариба 5,7 и по отношению к терапии выбора врача. Казалось бы, капицитабин, к которой мы привыкли, как будто бы он проникает через гематоэнцефалический барьер. Относительный риск составил 0,32, соответственно, на 68% снижался риск прогрессирования. То есть пациенты достаточно неблагоприятные подгруппы, такие как пациенты с висцеральными метастазами, пациенты, получавшие препараты платины, пациенты с метастазами в головном мозге, они выиграют, они нуждаются в эффективной контроле симптомов заболевания. И также мы видим, что препарат работает независимо от назначения какой линии, но, безусловно, более эффективен в ранних стадиях. Кроме того, посмотрите, контроль над заболеванием, а это мы понимаем и объективный ответ, и стабилизация, достигается у 7 из 9 пациентов на терапии талазопарибом. И самое важное, что у пациентов, которые не предлечены, не получали препараты платины, у них эффективность выше на талазопарибе, чем пациенты, получавшие препараты платины. И финальный анализ по общей выживаемости, 19% пациентов остаются на монотерапии талазопарибом более 4 лет. И самое важное, конечно же, улучшается качество жизни, что очень важно для симптомных пациентов, которым нужно в крайние сроки достичь контроля над заболеванием. Основные гематологические осложнения, с чем мы столкнулись даже в нашем опыте, когда мы назначали талазопариб, это анемия и тромбоцитопения. Фибрильная нитропения возникает крайне редко. Это не из негематологических осложнений, в основном это астения и метагенный эффект. И здесь хотелось бы сказать, что у нас есть регистрационное удостоверение, в котором четко проговаривается необходимость своевременного контроля анализа клинического крови и коррекция терапии талазопарибом. В принципе, есть возможное значение, это 1 мг таблетки и таблетки 0,25 мг, что позволяет редуцировать дозу по показаниям. Таким образом, в настоящий момент, что нам дало исследование регистрационное М-БРАК? Это показало, что да, при назначении у пациентов с дефицитным по БРСИ, у этих пациентов эффективно назначение парп-ингибиторов, в данном случае талазопариба, это характеризуется улучшением показателей выживаемости без прогрессирования, выраженный контроль над заболеванием у пациентов симптоматический, с метастазами висцеральные органы, с метастазами в головном мозге. Тем более, в принципе, работает и в том числе в меньшей степени, но работает пациент, получавший препараты платин и улучшение контроля болевого синдрома. Посмотрите, какие сложные пациенты, и этот препарат работает. Управляемый профиль безопасности, хотя непростой. И вот наш, соответственно, гонцентровой отечественный опыт. Если говорить по БРСИ-ассоциированному раку, лечение получило 24 пациента. В среднем это были женщины работоспособного возраста. Хотелось бы отметить, что предшествующая терапия по поводу метастатического рака молочной железы проводилась в 75% случаев. Пациенты в 75% случаев были трижды негативным раком молочной железы. И, конечно же, мы старались, по крайней мере, в нашем центре, всем пациентам, выполнялось, 7-8 пациентов, включенных в исследование, 7 пациентов. В нашем центре подлежали анализу, выполнялась ребиопсия метастатического очага. И 66% получали талазопориб в первых трех линиях метастатического процесса. Мы также в нашем центре старались назначать данный препарат как можно раньше. И контроль над заболеванием составил 71%. Но когда мы посмотрели медиану выживаемости без прогрессирования, она составила 6,5 месяцев. А сопоставив зависимости от биологического подтипа, то мы, соответственно, да, мы отмечаем, что препарат работает как у пациентов с трижды негативным раком молочной железы, так и у пациентов с хердопозитивным раком молочной железы. Контроль над заболеванием у пациентов с хердопозитивным раком молочной железы составил 61%. У пациентов с хердопозитивным раком молочной железы 83%. Но в целом нет различий по медианной выживаемости без прогрессирования у данных группы пациентов. Однако было показано, что чем раньше назначалась комбинация таргетной терапии талазопорибом, тем мы лучше получали результаты выживаемости без прогрессирования. У пациентов, которые получили менее трех линий талазопориба, выживаемость без прогрессирования составила 9 месяцев. И получивших более трех линий, 4 месяца, результаты статистически достоверны. И также мы видим, что и в отношении достижения контроля над заболеванием, и в зависимости от количества проведенных линий, чаще достигался контроль над заболеванием у пациентов, которые были менее предлечены. Хотелось бы также отметить, что у пациентов независимо от наличия или отсутствия препаратов платины, мы видим сопоставимые, хотя статистически недостоверные различия в отношении выживаемости без прогрессирования. Несколько выше у пациентов, которые не получали препараты платины. И также, в принципе, объективный ответ сопоставим в той и в другой группе. Что хотелось бы отметить, что в отношении оценки безопасности терапии талазопорибом, вот, знаете, обычно, вот, например, если мы говорим при немелоотлеточном раке легкого назначения ингибиторов, таблетированных ингибиторов и GFR, мы видим выраженную сыпь, мы видим побочные эффекты, которые коррелировали с эффективностью лечения. То вот у пациентов на талазопорибе при назначении PARP-ингибиторов возникновение анемии и тромбоцитопении мы не увидели, чтобы это как-то коррелировало с эффективностью лечения. Более того, все вопросы, которые мы пытаемся задать, а чем же связан механизм, почему у одних пациентов возникает анемия и тромбоцитопения, а у других пациентов ее нет, и они прекрасно переносят данное лечение. Тоже данный вопрос не получил пока ответа, но, тем не менее, анемия 3-4 степени возникала в 12% случаев, тромбоцитопении в 4% случаев, нитропении в 4% случаев. Далее, я, наверное, не в ту сторону пошла, извините, бывает, заблудилась немножко. И, тем не менее, 79% пациентов не требовали коррекции дозы талазопориба. Гемотрансфузии были проведены всего 3-м пациентам. Необходимо снижение дозы до 0,75 мг, это всего лишь на одну таблетку 0,25 понадобилось 3-м пациентам. Таким образом, те выводы, которые мы сделали с коллегами, что терапия ПАРП-ингибиторами в дозе 1 мг в сутки в условиях реальной клинической практики, она сопоставима с результатами регистрационного исследования МБРАКа, обращает на себя внимание несколько меньшая частота объективного ответа полученного талазопориба в условиях реальной клинической практики. У нас она составила 29%. По сравнению с 62% объективного ответа в регистрационном исследовании МБРАКа. Но, опять-таки, полученные результаты могут быть объяснены тем, что у нас это были предлеченные пациенты, а такие предлеченные пациенты включали с исследованием МБРАКа только лишь 4% случаев, а у нас это был каждый третий больной. И наиболее высокие, тем не менее, показатели объективного ответа контроля над заболеванием, выживаемости и беспрогрессирования отмечены у пациентов HER2-негативным перси-ассоциированным раком молочной железы, у пациентов, получавших в ранних линиях лечения. И вот те исследования, которые были продемонстрированы в первой сессии, четко убеждают, что каждая линия терапии воспитывает в опухолях новые, условно говоря, мутации. И нам хорошо представить дерево. Дерево легче срубить, ствол этого дерева, чем потом пытаться, когда это дерево вырастет, нам с секатором пытаться обрубить каждую веточку. Наверное, жизни не хватит, пока каждую веточку мы обрубим. Поэтому наиболее эффективное в лечении надо назначать как можно раньше. А что мы имеем уже на выходе? Те исследования, которые проявляют на основании секвенирования генома, показывают, что это совершенно другая болезнь, и, как правило, это моноклональная резистентность ко всем последующим линиям лечения. Об этом надо помнить. Поэтому тот принцип, что мы все самое лучшее оставляем на потом, в лечении онкологических пациентов, особенно дефицитных пациентов по отношению к берсей мутации, не работает. Здесь нужно назначать как можно раньше. Да, нужно помнить, что талцепариб сопровождается определенным профилем токсичности. Это гематологическая токсичность, анемия, тромбоцитопения. Да, о ней надо помнить, но она корректируется. По полученным данным, до 79% пациентов не требовали коррекции дозы талопорипа в процессе лечения. Важно помнить, что для эффективного управления безопасностью терапии обязателен регулярный мониторинг гематологических показателей крови. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что таргетная терапия ПАРП ингибиторами талозапорибом для приема внутрь в дозе 1 мг в сутки является эффективной опцией лечения с управляемым профилем токсичности для больных берси-ассоциированным HER2-негативным метастатическим раком молочной железы. Субтитры создавал DimaTorzok